Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Может это прозвучит странно, но я попробую. В общем, у меня долгое время было депрессивное расстройство. Суицидальное мысло. Проблемы со здоровьем, лишний вес. Тут я решил сбросить вес, чтобы наладить физическое здоровье. Все шло отлично, я достиг цели наладил с головой. Как только я достиг цели, я посыпался в плане физики. После болезни, одна за другой, выучить их не получается. Я уже имел опыт общения с психотерапевтами, мне помогли за пару сеансов гипнотерапии. Но суть не в этом. Так как я уже имел такой опыт, я задался вопросом, что случилось? Не может так быть, я вышел на пик своего здоровья, и вдруг одно за другим вылетает. Я стал подозревать, что снова произошла какая-то установка. Я что-то запустил когда-то. Копался долго, мне кажется, что нарыл. Год назад, когда я еще пребывал в депрессии, я говорил со своей знакомой, в разговоре с которой говорил, что жизнь несмысленна и прочее, но у меня это на цель, я хочу скинуть вес. Она спросила, зачем, если нет смысла. Я тогда был не особо трезвен, написал, что вроде скину вес до 57 кг, можно умирать. Дословно. Это цитата. Я перерыл все приписки, нашел это. И тут оценило меня. Может, это бред, но все-таки. Могло ли быть так, что тогда, на фоне такого эмоционального фона, я неоцветно заложил в себя установку о том, что смена веса смерть для меня. Просто, просто, просто. Даже был момент, что когда я достиг цели в плане сброса веса, я это оправдывал в кругу друзей. И в последнюю неделю у меня пошли проблемы со здоровьем. Я не специалист, но родилась такая теория. Что скажете, могло ли так сработать или нет? Если да, как мне выйти из этого состояния? Не может быть просто так. Я стал сыпаться одновременно сразу в нескольких местах, и то лечение, которое мне проводят, не сильно мне помогает. Есть вероятность, что это я заложил себе в голову программу на разрушение? Нет, ну, вероятность, конечно, есть. Безусловно. Но правда заключается в том, что изначально ваше состояние было связано с некой психологической проблемой. И эту психологическую проблему нужно решать. Как бы, все остальное это следствие. Как бы, вы, конечно, могли, но важно понимать, что это элемент аутоагрессии, аутоагрессия у вас проявляется, может, по-разному. В том числе и заедание, это же наказание. Наказание себя за что-то. Я бы сказал, что выйти из этого состояния вам поможет психотерапия, возможно, не гипнотерапия, а именно такая вот более плавная, которая позволит вам, ну, как бы, обнаружить в себе какие-то вещи, детали, элементы, желания, чувства, обиды, травмы, конфликты ваши внутренние и так далее. Вот это, на мой взгляд, является здесь ключевым. А не то, вот что вы, как бы, пишете. То есть, по сути, вы себя продолжаете наказывать, если раньше вы наказывали себя лишним весом и, как бы, ненавидели себя за это, условно говоря, ну, или отторгали, то сейчас, сейчас это отторжение проявляется вот в другом виде болезни, понимаете? Ну, вот, суицидальные мысли, в принципе, вероятно, у вас никуда не ушли, да, и, соответственно, они просто опустились немножко глубже, сейчас проявляются в виде болезни. Мысли о смерти, это история про несвободу. То есть, это история про психологическую такую вот несвободу, про психологический элемент несвободы вашей, который оказывает на вас, как мне кажется, весьма и весьма существенное влияние сейчас, на данный момент, по крайней мере. Поэтому я бы задался вопросом, а насколько свободным я себя ощущаю, насколько свободным я себя чувствую, вот, насколько мне интересно, например, моя жизнь, да, интересна ли она мне вообще, вот, и что я хочу, образно говоря, с этим делать, вот. То есть, как бы, ну, вот, что мне вообще, что мне вообще, вообще интересно. Вот. С этого момента я бы, я бы и предложил бы вам начать. А дальше уже, в общем и целом, смотреть, дальше уже, в общем и целом, разбираться и потихонечку вытягивать то, что вас беспокоит, то, что вас волнует и то, что вас тревожит, более глобально. Потому что вы здесь, ну, не говорите о проблематике, вот, как таковой. То есть, это, ну, то, что вы описываете, это не есть проблематика, это скорее следствие. Поэтому я бы вам, конечно, вот, рекомендовал бы на это обратить в первую очередь внимание. Вот. Ну и интересно, интересно, конечно, то, что, имея уже опыт психотерапии, да, вы все равно, сейчас, вот, на психотерапию, да, не обращаетесь. То есть, имея опыт психотерапии, вы все равно на данный момент просто задаете такой вот общий вопрос. Ну, и следует понимать, что гипнотерапия убирает проблему, вот, но не решает, ну, проблему в сути своей. И если у вас есть возможность, то, конечно, имеет смысл обратиться к психологу для, скажем так, регулярной психотерапии, чтобы потихонечку-потихонечку в себе разбираться. Это не гипнотерапия, это именно вот такое вот последовательное, постепенное изучение и исследование себя. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!